Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнут штрафовать за глухую тонировку и шины не по сезону. 30 выдающихся жителей Самары в советском районе города открылась доска почета с именами лучших заводчан, волонтеров, преподавателей и общественных деятелей. Подготовка к сезону продолжается. Хоккейные команды Самарской области участвуют в товарищеских турнирах. Самара претендует на проведение международного форума «Россия. Спортивная держава». Губернатор Дмитрий Азаров встретился с гендиректором АНО «Форум. Спортивная держава» Алексеем Степановым. Руководитель организации вышел с инициативой проведения в региональной столице форума в последующие годы. За последние годы в регионе появились новые объекты спорта благодаря нацпроектам, инициированным президентом Владимиром Путиным, инициативам губернатора по развитию спортивной инфраструктуры, соцпрограммам коммерческих структур. Всего с 2018 по 2022 год открыто 22 спорткомплекса, 7 стадионов и футбольных полей, 8 ледовых арен и 124 спортплощадки. «Мы готовы к приему такого форума», – отметил Дмитрий Азаров, добавив, что в регионе накуплен большой опыт проведения международных мероприятий. 832 золотые медали получили в этом году выпускники самарских школ. 98 11-классников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Итоги прошлого учебного года и планы на будущее обсудили на августовской конференции работников образования Самары, в которой приняла участие глава города Елена Лапушкина. Подробнее расскажем в сюжете. 832 золотые медали получили в этом году выпускники самарских школ. 98 11-классников сдали ЕГЭ на 100 баллов. 915 обучающихся стали призерами областных и всероссийских мероприятий. 126 тысяч школьников сядут за парты в этом учебном году. Среди них почти 15 тысяч – первоклассники. Итоги прошлого учебного года и планы на будущее обсудили на августовской конференции работников образования городского округа Самары, в которой приняла участие глава города Елена Лапушкина. Знак высочайшей общественной значимости профессии учителя. 23-й год объявлен президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. Абсолютно справедливо. Именно вы и ваши коллективы находитесь рядом с детьми, вносите вклад в формирование личности каждого ребенка и его отношения к окружающему миру и происходящим событиям. Во многом и от вас, а не только от семьи, зависит, как пройдет им детство, как они пройдут свои первые ступени образования. На конференции отметили, что чаще всего высокие баллы по ЕГЭ школьники получают по русскому языку. В этом году тенденция сохранилась. По математике цифры ниже, и их нужно наращивать. Отдельно остановились на таком предмете, как информатика или ИКТ. Интерес к IT-профессии неуклонно растет, и все больше выпускников решают сдавать этот предмет. А значит, ему нужно уделять повышенное внимание. Во-первых, показатели выше российских, это по результатам, это однозначно, да, так сказать. Ну и, собственно, в области Самара образовательные учреждения, как сказать, планку свою, так сказать, держат высокую. Ну и, естественно, для этого нужно приумножать, сохранять и материальную учебную базу. Прошлый год был завершен достойно учителями и учреждениями городского округа Самара. Итоговая аттестация, работа с детьми, требующими особого внимания, патриотическое воспитание и много других вопросов, с которыми наше педагогическое сообщество прекрасно справилось. И я благодарю всех учителей. Это наша совместная победа. В этом году российские школы ждет ряд нововведений. В каждом образовательном учреждении появится советник директора по воспитанию. Он будет помогать школьникам с внеклассными проектами, готовить вместе с ними мероприятия. Сейчас в России разрабатываются единые учебники по всем предметам. Принята единая федеральная программа воспитания. Больше внимания будут уделять патриотическому воспитанию школьников, а также трудовому. Я считаю, что все те 10 новых введений, которые Министерство просвещения нам до нас довело, я считаю их очень интересными, очень полезными. И не то что надеюсь, а уверена на 100% в том, что все эти нововведения мы с вами реализуем в обязательном порядке. Отнесемся к этому неформально, потому что все эти нововведения своевременные, очень важны. И я думаю, что мы с вами имеем достаточно серьезный опыт работы для того, чтобы с этими всеми поручениями новыми справиться. Этот год особенный, очень много нововведений в образовании, и они нам пришлись по душе, потому что мы хотели всегда, чтобы было единое образовательное пространство, единый учебник, единая программа образовательная. Мы это все получаем. Лучшие руководители школ, детских садов и муниципальных лагерей получили награды из рук заместителя министра образования Самарской области Сергея Бурцева, главы Самары Елены Лапушкиной и председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. В Самаре появятся первые трамваи с кондиционерами. В трамвайно-троллейбусном управлении города прошла приемка нового транспорта белорусского производства. В скором времени после обкатки подвижной состав выйдет на линию движения. Пока что начинается обучение водителей. Какими удобствами оснащен новый транспорт и когда его стоит ожидать на дорогах Самары, узнал Михаил Ермоленко. С прохладой во время летней жары и с теплом в зимнюю стужу. На маршрутах общественного транспорта Самары появятся первые трамваи с системой кондиционирования. Новый подвижной состав, созданный в Минске, Республике Беларусь, прошел приемку и в скором времени выйдет на обкатку. Чтобы водителю выйти на линию на новом трамвае, он должен наездить на нем определенное количество часов, чтобы он к нему адаптировался, понял, как устроены органы управления. Кроме привычных для пассажиров удобств, в новых моделях трамваев есть специальные порты для зарядки мобильных устройств с разными USB-разъемами. Созданы все условия для маломобильных граждан, установлены пандусы и выделены необходимые места. Тут уже также предустановлена система автоинформирования пассажиров, также комплект навигационного оборудования, который также будет работать там в пребывалке, можно будет посмотреть данный вагон, где находится. Внутри салона и снаружи транспорт оснащен камерами, есть средства пожаротушения и медицинская аптечка. Планируется, что новые модели выйдут на маршруты уже совсем скоро. Выйдут они в ближайшее время, в сентябре их уже люди увидят, замелькают, сами видите, трамваи красивые, яркие, поэтому большой плюс для города, спасибо администрации города, области, что обратили на нас внимание, мы в каком-то направлении положительном двигаемся. Три новых трамвая помогут в обслуживании востребованных и самых загруженных городских маршрутов. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. 30 выдающихся жителей Самары в советском районе города открылась доска почета с именами лучших заводчан, волонтеров, преподавателей и общественных деятелей. Торжественную церемонию приурочили к 84-летию района. С героями нашего времени познакомился Сергей Кизоркин. Сердце Самары в надежных и добрых руках. Благотворительный фонд с таким названием организовал этой весной Валентина Апанасова. Сейчас она помогает участникам специальной военной операции мирным жителям, которые проживают на присоединенных к России территориях. За это время ее усилиями за ленточку отвезли более 100 тонн гуманитарного груза. Работу фонда отметила администрация советского района. Теперь имя и портрет Валентины Апанасовой на районной доске почета. Каждые два месяца выезжаем в зону СВО, возим гуманитарный груз. Все, что необходимо, нам ребята присылают в список, и мы уже этот список отрабатываем. Ребята очень рады, когда мы привозим им эту помощь. Я вот честно очень горда. Я патриот страны нашей, и я очень благодарна таким же ребятам, которые находятся там. На доске почета оказалось 30 лучших самарцев. Это врачи, педагоги, общественники, стражи закона, рабочие, инженеры и бизнесмены. Торжественную церемонию приурочили к 84-летию советского района. Очень, я бы сказал, важная, серьезная традиция. Потому что люди, которые каждодневным своим трудом, отношением к жизни, создают благополучие на территории своего района, своего города, своей области, делают от этого сильнее нашу великую страну. Особенно в сегодняшний день, вот пример этих людей, он должен быть очевиден и виден в этих вот досках почета. Потому что именно эти люди сегодня делают надежный тыл. Страна должна знать своего героя. Это очень важно. Представители на доску почета выдвинули предприятия, организации и учреждения советского района. За заслуги и достижения во благо района компетентная комиссия из депутатов и общественников выбрала лучших. Готовится ходатайство, а в ходатайстве там все написано. Чем человек отличился, чем человек знаменит, чем человек достоин этого, висеть на доске почета, чтобы фотография находилась там, как звание почетный гражданин советского района. Хотя нет такого звания официального, но оно такое общенародное. И на доске почета появляются новые имена, новые фотографии. Почетные граждане советского района получили свидетельства и значки. По традиции, ежегодно в день рождения района фотографии на доске почета будут обновляться. Имена новых героев самарцы узнают в будущем году. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. В ФАС сообщили о мониторинге розничных цен на бензин и дизельное топливо. По поручению антимонопольной службы в Самарской области создан штаб по анализу ситуации на рынках нефтепродуктов с участием профильных министерств. Ранее в ФАС поступили обращения и жалобы от жителей региона на рост цен на заправках. В службе пообещали при наличии признаков нарушения принять меры антимонопольного реагирования. По данным мониторинга ФАС, розничные цены на бензин марки АИ-92 в среднем 48 рублей 77 копеек за литр. В солярке 57 рублей 27 копеек. Сейчас стоимость топлива бьет все рекорды, а цена за литр бензина марки АИ-92 приближается к 56 рублям. Между тем, как пояснили в ведомстве, цены на топливо в Самарской области находятся на уровне ниже среднего относительно других субъектов ПФО. В настоящее время в ФАС России принимаются меры по стабилизации ценовой ситуации. Кроме того, разработаны и приняты документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Далее коротко о других событиях этого дня. С 1 сентября в России для водителей введут новые санкции. Инспекторы ГИБДД начнут штрафовать за неисправную АБС. Глухую тонировку и шины не по сезону. Многие нарушения, которые допускали автомобилисты, зачастую приводили к возникновению опасных ситуаций на дорогах. Но раньше не наказывались. Теперь они привлекут внимание инспектора ДПС, который вправе оштрафовать на 500 рублей за следующие моменты. Использование ксеноновых или светодиодных ламп в фарах. Езду с неисправной антиблокировочной тормозной системой. Установку предметов или покрытий на лобовом стекле, ограничивающих обзор водителю. Езду в летний период на зимней резине, а зимой на летней. Кроме того, водитель может получить предписание на устранение неисправности. Если попадется на этом вновь, то получит еще один штраф за повторное нарушение. В 2023 году кибермошенники украли у россиян больше 8 миллиардов рублей. По данным Центробанка, с января по июнь этого года мошенники совершили более 500 тысяч операций без согласия клиентов. Надо отметить, что количество успешных мошеннических акций уменьшается. Если с начала января по апрель похищено более 4,5 миллиардов рублей, то с апреля по июнь 3,6 миллиардов. Число предотвращенных мошеннических операций выросло почти в 2,5 раза. Во втором квартале 2023 года банки отразили более 6,5 миллионов атак. На счета клиентов мошенники не смогли похитить 911 миллиардов рублей. Как стало известно, сведения по неуспешным мошенническим операциям Банк России собирает с начала 2023 года для оценки эффективности систем защиты банков. В Самарской области 25 и 26 августа ожидается магнитная буря. Для людей, страдающих от метеозависимости, эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание на здоровье. Для смягчения воздействия бури необходимо ограничить потребление кофе и алкогольных напитков, не курить. Прогулки на свежем воздухе, регулярные проветривания, помещения и полноценный отдых позволят организму более эффективно справиться с воздействием геомагнитной бури. Если потребуется, нужно обратиться к лечащему врачу и принимать препараты, которые были назначены. В регионе увеличился спрос на дорожных строителей. По данным аналитиков, во втором квартале 2023 года компании из отрасли строительство дорожное и инфраструктурное открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты – 75 тысяч рублей до 109 тысяч. Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства являются Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, а также Республика Башкортостан и Свердловская область. В воскресенье 27 августа на главном стадионе Самары в 18.30 состоится матч между Крыльями Советов и Балтикой. Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта. По окончании матча дополнительные трамваи номер 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке Самара-арена, уточнили в городской администрации. Также к остановке улица Алма-Атинская подадут дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы номер 1 и 67, которые довезут болельщиков до мехзавода, управленческого, красной глинки и крутых ключей. По информации городского департамента транспорта, перекрытие автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и один из самарских медицинских центров заключили соглашение о сотрудничестве, в результате которого участники СВО в случае необходимости смогут во внеочередном порядке получать услуги по протезированию. Подробнее в нашем сюжете. Участник СВО, вернувшийся в Самарскую область после ранений, получает консультацию врача по установке нового протеза. У мужчины нет части ноги ниже колена. До этого ему выдали временный протез, теперь получит новый, который будет гораздо функциональнее. Первичный протез, шаг будет модернизированный, ставим протез, уже будет, говорят, плавать будешь и посмотрим. Установят протез в новом медицинском специализированном центре. Самарский филиал стал 14-м в стране. Здесь предусмотрено все необходимое для пациентов. Первичная консультация и замеры, изготовление необходимых протезов, установка, обучение взаимодействию с механизмом, реабилитация и затем консультации во время пользования. Мы постарались обеспечить так пациентам, для того, чтобы они, придя сюда, им не надо было больше никуда идти. Мы за них делаем все остальное максимально, для того, чтобы минимизировать их и так, потому что это трудное положение. Но после протезирования мы будем его улучшать. Центр подписал соглашение с Самарским филиалом Фонда защитники Отечества. Самарские военнослужащие, которые вернутся из зоны боевых действий с повреждениями, смогут во внеочередном порядке получать качественную медицинскую помощь. Это поможет расширить действующие программы помощи военным. Это все, конечно, создает полноценную, комплексную и медицинскую помощь, и реабилитацию с высокотехнологичным протезированием. Поэтому наша большая задача вернуть всех наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО с ограниченными возможностями здоровья, к полноценной жизни. Поэтому мы очень рады такому сотрудничеству. Новый центр имеет техническую возможность создавать более двух тысяч протезов в год. Это позволит обслуживать как военнослужащих, так и гражданское население. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали праздник, посвященный Дню Знаний. Он прошел на площадке лагеря Волжанка. Такие мероприятия для детей с ОВЗ будут проходить до начала учебного года. Подробности у наших корреспондентов. Полина Хоменко и ее мама с радостью приняли приглашение на праздник в лагерь Волжанка. Перед началом учебного года детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья удалось повеселиться и пообщаться друг с другом в непринужденной обстановке. Мы очень любим все праздники. Когда нас куда-то приглашают, мы, конечно же, с радостью. Тем более Волжанка мы очень любим. Мы каждый год здесь отдыхаем. И, как я Полине сказала, Полина нас приглашает. Ну, тут же вскочили, быстренько оделись и побежали. Праздник начался со спектакля. Перед детьми и их родителями выступила труппы театра «Самарская площадь». Мы часто верим в заблуждение, что кто силен – это царь зверей. Но побеждает тем не менее лишь тот, кто разумом сильней. Затем детям и их родителям предложили поучаствовать в различных играх. Провели творческие мастер-классы. Там мы будем делать с ними поделку, так сказать, завершать лето. У нас будет такая яркая солнечная поделка. Мы будем делать Божью коровку, чтобы с летом ассоцировалось у детей, как говорится, весь год. Вот этот вот прекрасный летний праздник, посвященный началу школьной поры. Общение. Это, наверное, в наше время общение – это самое дорогое, что может быть. Вы посмотрите, какие дети довольны. Вы посмотрите, как они счастливы, что они вышли из дома, из своей обычной обстановки. Посмотрите на эту природу, подышите этим воздухом, поиграйте с белками и покормите уток. Это уже счастье в наше время. Такие праздники для детей с УВЗ, руководства лагеря «Волжанка» и городской организации инвалидов будут проводить до начала учебного года. Тем, кто не сможет на них прийти, обязательно привезут подарки ко Дню Знаний домой. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Каждый третий россиянин признался, что не любил 1 сентября. Такие выводы сделали эксперты одного из сайтов по поиску работы после соответствующего опроса. Будучи школьником, только каждый пятый радовался Дню Знаний. Тех, кто ждал начала нового учебного года, больше среди женщин. Кроме того, вспоминающих школьные линейки с теплом больше всего среди старшего поколения, пояснили эксперты. Сегодня считают 1 сентября праздником только половина жителей нашей страны. Однако родители школьников настроены менее критично. Большая часть из них относит День Знаний к торжественной дате. Но, опять же, в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще всего прибывают женщины. В Самаре 25 августа началась регистрация участников Самарского международного марафона на Кубок главы города, который проходит в торговом центре на улице Дыбенко. Продлится она и в субботу. На старт легкоатлеты выйдут в воскресенье 27 числа. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Андрей Ларин на марафонскую дистанцию собирается выйти не впервые. Активно заниматься спортом начал после знакомства со своей будущей супругой. Сегодня он одним из первых зарегистрировался на участие в Самарском международном марафоне на Кубок главы города. Пробежать намерен 21 километр. Самарский международный марафон пройдет в воскресенье 27 августа. На старт легкоатлеты выйдут уже в шестой раз. С каждым годом участников становится все больше. В этом году уже зарегистрировались порядка трех тысяч человек. Более чем из 170 городов страны. Помимо российских спортсменов в марафоне примут участие легкоатлеты из Беларуси, Казахстана и Израиля. Марафон это событие, которым гордится город, который его принимает. И таких городов не так много в Российской Федерации, которые могут гордиться своим марафоном. И для нас большая честь, что в нашем городе такое событие тоже происходит. Сегодня, 25 августа, в торговом центре на улице Дебенко началась регистрация участников. Продлится она и в субботу. После оформления всех документов легкоатлетам выдают футболки с символикой марафона. Дистанции заявлены самые разные. На любой возраст и спортивную подготовку. Есть такая фраза «не финишировать – не варианты». Поэтому я могу сказать, что если человек выбрал правильный темп, если он подготовленный, то он не сойдет с дистанции и финиширует с улыбкой на лице. По традиции, в любой стране мира легкоатлетические марафоны проводятся в центре города. Почему проводятся в центре города? Да, это, конечно же, какие-то неудобства для жителей. Но практика проведения марафонов в центре города, она во всем мире. Это и самая лучшая, и самая действенная популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни. Это туристическая привлекательность региона. Чтобы обеспечить безопасность легкоатлетов, часть улиц в центре Самары будет перекрыта. Временные ограничения движения транспорта введут с 6.00 до 14.30. Эти меры не распространяются на спецтранспорт. Также с 3.00 до 14.30 автобусы маршрутов номер 3, 24, 61 и 261 будут следовать по скорректированным схемам. Движение автобусов маршрута «Губернский рынок» станции метро «Алабинская» будет временно отменено. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Необычное природное явление могли наблюдать в эту пятницу самарцы после полудня. В районе 14.00 вместе с ливнем на столицу региона обрушился град. Надо отметить, что о непогоде синоптики предупреждали заранее. И хоть о граде речи не шло, но метеорологи сообщали о надвигающейся грозе, ливне и сильном ветре. Подобные осадки специалисты связывают с резкой сменой температурного режима. Еще неделю назад в Самаре стояла знойная погода. По прогнозу, сегодня днем воздух прогрелся до 21 градуса. 26.00 августа самарцев ждет комфортная погода без существенных осадков. А уже к концу следующей недели синоптики обещают потепление до 23-25 градусов. С 23.00 августа начался период ретроградного Меркурия. Он продлится до 15.00 сентября. Астропсихолог Инна Пархоменко рассказала, как вести себя в этот период. С 23.00 августа по 15.00 сентября Меркурий перешел в ретроградное движение в знаке Девы. Знак Девы связан с бытом, здоровьем, работой, различными мелочами. Это значит, что именно данные темы у большинства людей будут наиболее актуальными. Период не подходит для оформления документов, договоров, соглашений. А если все же это необходимо, то не лишним будет перепроверить подписи, даты и факты. Что касается медицинских операций, то их можно делать, но лучше отложить, особенно если это касается пластической хирургии. Когда Меркурий в ретроградном движении, лучше не принимать судьбоносных решений. В целом, время удачно подходит для завершения ранее начатых дел. Стоит проявить повышенную внимательность на дорогах и навести порядок в бытовых вопросах, закрыть долги и оплатить счета. Хоккеисты Самарской области продолжают подготовку к сезону через товарищеские встречи. Самарская велосипедистка Екатерина Круглова стала чемпионкой России, так же, как и каратистка из Тольятти Анна Чернышева. Подробности в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» продолжают выступать на Кубке губернатора Челябинского области. Во втором туре тольяттинцы провели напряженную встречу против магнитогорского «Металлурга». После первого периода казалось, что интриги в матче не будет. Уральцы трижды поразили ворота «Лады». Но в Алужане нашли в себе силы отыграться. Основное время матча закончилось 4-4, а в овертайме тольяттинцы, набравшие ход, забили победную шайбу. 5-4 победа «Лады» у команды осталась игра против «Трактора», хозяев турнира. На другом предсезонном турнире Кубке губернатора Оренбургской области в борьбу за трофей вступили хоккеисты ЦСКА ВВС. Самарцы в первом матче сражались против «Саратовского кристалла». Так же, как и «Лады», летчики первый период проиграли 0-3, но вернуться в игру не смогли. Во втором периоде соперники забили по два раза, а в заключительном игровом отрезке саратовцы укрепили свое преимущество. 2-6 поражение ЦСКА ВВС. В Нью-Йорке стартовала квалификация на последний теннисный турнир «Большого шлема» в этом году – US Open. Пробиться в основную сетку пробует тольяттинская спортсменка Диана Шнайдер. В матче первого круга она переиграла американку Хейли Баптист – 6-3, 6-4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За это время Диана сделала два эйса и ни разу не допустила двойных ошибок. А также смогла взять два гейма на подачу сопернице. Во втором раунде оппонентом Дианы стала француженка Эльза Жакмо. Девушки накануне отыграли 10 геймов, счет 5-5, но из-за грозы матч прервали. Встречу продолжат в пятницу вечером. В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города впервые прошел чемпионат России по BMX фристайлу в олимпийской дисциплине «Парк». В соревнованиях среди женщин спортсменка 63-го региона Екатерина Круглова завоевала золотую медаль, набрав по итогам турнира 49,60 балла. Для нее это уже четвертый чемпионский титул. Бронза у еще одной представительницы Самарской области Дарьи Рязаевой. Она уступила серебряной призерке Анастасии Теребовой из Санкт-Петербурга 1,25 балла. В Орле завершился чемпионат России по карате. В нем приняли участие около 350 спортсменов из 44 регионов России. Медали были разыграны в двух дисциплинах – кумите и ката. Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева подтвердила статус сильнейшей в стране, завоевав золотую медаль весовой категории до 55 килограммов. Спортивной карьере Анны – это третья наивысшая награда на чемпионате России. Еще одним призером стал Сулейман Пахомов. Он завоевал бронзу в категории до 60 килограммов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали на своих информационных площадках. Перед началом нового учебного года в актовом зале администрации Красногринского района прошла 21-я акция «Внимание, первоклассник!» сообщает в телеграм-канале. Для первоклашек была организована яркая и веселая развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами. Заместитель главы города Ирина Шефигулина поздравила ребят с новым жизненным этапом, пожелала успехов и удачи. В подарок от администрации района ребята получили яркие и красочные рюкзаки. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что на территории Самары действует комендантский час для детей и подростков в 2023 году. В ночное время несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей или опекунов в общественных местах – на улицах, стадионах, парках, скверах, магазинах, общественном транспорте. Под запретом также бары, рестораны, другие места, где реализуется алкогольная продукция. Ночным временем считаются дни с последнего воскресенья марта и по последнее воскресенье октября с 23 до 6 часов местного времени. И с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта с 22 до 6 часов. За нарушение комендантского часа несовершеннолетними к ответственности привлекают родителей или законных представителей. В Самаре отметят День российского кино. В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской собрана подборка мест, где в этот день можно насладиться просмотром российских фильмов совершенно бесплатно. По всем вопросам советуют обращаться к организаторам кинопоказов Кинотеатр Художественный и Самарская набережная. Кроме того, жителей и гостей города 26 августа ждет Ночь кино. Все афиши можно посмотреть на страницах телеграм-канала Вести с Дворянской. В телеграм-канале Октябрьского района жители и гостей города приглашают на праздничную концертную программу «Я люблю тебя, Самара», посвященную Дню города. Это особое событие, которое объединяет жителей Самары и позволяет им отметить и почтить историю, культуру и достижения своего города. Мероприятие будет ярким и запоминающимся, наполненным талантливыми артистами, музыкой и развлечениями. Состоится в сквере имени Фадеева 6 сентября в 17.00. А я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видео, хостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин